Шиман Бхагаватам, песня 7, глава 11, которая называется «Четыре сословия». Текст 13. Перевод стиха. Если человек прошел все очистительные обряды, начиная с Гарбхатхана Самскары, если процесс его очищения не прерывался и сопровождался ведическими мантрами, если этого человека признал Господь Брама, его именуют Двиджей, дважды рожденным. Такие люди, браманы, кшатрии и вайши, обретшие чистоту благодаря следованию семейным традициям и достойному поведению, должны поклоняться Господу, изучать веды и раздавать милостыню. Кроме того, они должны исполнять все обязанности, предписанные для четырех ашрамов, брамачари, грехасхи, ванапрасхи и саньяси. Если человек прошел все очистительные обряды, начиная с Гарбхатхана Самскары, если процесс его очищения не прерывался и сопровождался ведическими мантрами, если этого человека признал Господь Брама, его именуют Двиджей, дважды рожденным. Такие люди, браманы, кшатрии и вайши, обретшие чистоту благодаря следованию семейным, традициям и достойному поведению, должны поклоняться Господу, изучать веды и раздавать милостыню. Кроме того, они должны исполнять все обязанности, предписанные для четырех ашрамов, брахмачари, грехасхи, ванапрасхи и саньясы. Комментарий его божественной милости Шри Шримата, чеба акциданты, с вами правопады. Перечислив тридцать добродетелей, которыми должны обладать все люди, Нарадамуни начинает описывать обязанности четырех варн и четырех ашрамов. Названные тридцать добродетелей нужно воспитывать в каждом человеке, иначе его нельзя будет назвать человеком. А среди тех, кто достойны называться людьми, надо ввести систему варнаашрамадхармы. В соответствии с этой системой очищение человека начинается с его зачатия, то есть с обряда Гарбхатхана, который сопровождается повторением определенных мантр, предназначенных для того, чтобы на свет появился хороший ребенок. Тот, кто вступает в половые отношения не ради удовлетворения, а ради того, чтобы в чистом сознании зачинать детей, тоже считается браманом. Человек не должен тратить семя впустую, просто потакая свои плоти и тем самым нарушая ведические принципы. Однако ограничивать себя в сексе могут только те, в ком воспитаны тридцать упомянутых добродетелей. Другие на это не способны. Если человек родился в семье двиджи, дважды рожденного, но не проходил очистительный обряд, такого человека называют двиджи-банду, родственником дважды рожденных. Смысл системы варнаашрамы в том, чтобы общество состояло из добродетельных людей. Как объясняется в Бхагавадгите, когда женщины утрачивают чистоту, у них рождаются дети, именуемые Варна-санкара. А когда таких людей становится много, весь мир превращается в ад. Поэтому ведические писания снова и снова предостерегают людей от порождения такого потомства. Если жители страны Варна-санкара, ими невозможно как следует управлять, и никакие усилия парламента и других органов государственной власти не принесут этой стране мира и процветания. Итак, мы продолжаем обсуждение стихов, и в частности темы знания тела и природы, как мы вчера говорили об этом, глава в Бхагавадгите, природа, наслаждающаяся и сознание. До тех пор, пока живое существо не понимает, как соприкасаться с природой вещей и как постигнуть природу вещей, оно не сможет быть счастливым. А счастье – это конституциональное положение живого существа. И поэтому все стремятся к счастью. Но однако, действуя вне знания, то есть руководствуясь невежеством, а проявление невежества – это ложное эго, воспринимая все через призму ложного эго, живое существо, вместо счастья получает, что страдания, постоянные. Постоянные, систематические, непрерывные страдания. И в этом мире сукхи-дукхи означает страдание, а сукхи означает счастье. Но в этом мире, как ни странно, сукхи означает ослабевшее дукхи. Очень удивительно, живые существа даже не осознают, что сукхи – это ослабевшее дукхи. И Шиллопрупада приводит пример, как кшатрия наказывали. Привязывали его к креслу, и это кресло на леведке опускали в воду. И кшатрия сидел под водой. Кшатрии очень сильные люди, долго могут находиться под водой. Но в какой-то момент все равно они нуждаются в воздухе. И они начинают смотреть наверх. Глаза – пожалуйста, вытащите. Но их держат. И когда человек уже не может держать, шатрия не может держать воздух легких, он выдыхает. И когда уже не может не вдохнуть, он вдыхает в воде. И вода заполняет легкое. Это очень сильная боль. Вы знаете, да, даже поперхнешься, когда какой-то такой кашель сильный. А вы представляете, легкое заливается водой. Наступает гипоксический удар. Это очень большая боль. Звон такой. В мозгу такой, как писк появляется. И точка такая. И очень больно во всем теле. Сильная боль. И в этот момент, как только он набирает легкие воды, вот тогда его вытягивают. И какой-нибудь другой кшатрия, ногой ему в грудь, такой, знаете, как бы толчок делает. И вода из него выплескивается. И в этот момент, вы наверняка замечали, когда очень сильно захлебнешься, не можешь что сделать? Вздохнуть. И кшатрия так делает. Не может вдохнуть. Спазма наступает в горле. Легкое не разворачивается, поскольку, когда на него надавили, оно сжалось. И на легком проходят все нервные стволы. Очень больно. Это очень сильная боль. И он начинает по степи. И человек задыхается. Хотя из легкого воду выдавили, но там остались все равно жидкости в разных сегментах легкого. И он начинает такой тяжелый вдох делать. И этот вдох становится этой ниточкой к жизни, что он не помер. и он испытывает величайшее счастье. И Шилапрапада говорит, вот это называется в материальном мире сукки. А заполнение легкого водой, под водой, называется дукхи. Так где же счастье? Где же счастье? Шилапрапада привел именно этот пример, когда объяснял, что такое сукки-дуки. Счастье и несчастье. Матрас парша стукаунь тихя, шитошно сукки-духи-даха, агам и пэ rumitjas, dance-ti тикшасва бората. Он говорит, терпи. Кришна объяснил Арджуне, что счастье надо терпеть, потому что это вот «Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа» это такое же страдание, просто ослабевшее. Счастье надо терпеть точно так же. Но живое существо, лишенное знания, сбито с толку. Чем? Иллюзией. И оно думает, что то, что оно испытывает, является истинным счастьем. Если вы помните, как называется стремление к материальному счастью? Рага. Рага. Желание мирского счастья. И что же является мирским счастьем? Глоток воздуха. Глоток воздуха. И мы видим, как живые существа, сбитые с толку, думают, что удовлетворение чувства является счастьем. Но что же происходит с живым существом, когда он удовлетворяет чувства? Разгорается огонь вожделения. И Кришна говорит, все пожирающие, ненасытные и всеразрушающие. Враг этого мира. Вот что происходит. То есть вожделение, когда мы его разжигаем, то есть думая, что это счастье, что мы удовлетворяем свои чувства, разжигается вожделение, которое пожирает все и все уничтожает. И мы остаемся, как это в этой сказке про золотую рыбку, разбитого корыта, несчастные, неудовлетворенные. Такова природа вожделения. И природа Майи, ее функция Майи описывается. Завлечь живое существо, поднять его кверху и обмануть. Поднять его кверху и обмануть. Дав ему вместо счастья, подняв его, что? Страдание. Это функция материальной энергии. Завлечь живое существо, заманить. И поэтому Шримад Бхагава там материальную энергию сравнивает с огнем, на который летит мотылек, с манком, манок охотника, который просто ищет жертву. И миражом в пустыне. Сколько вы не гоняетесь за этим счастьем, вы только что истратите все силы и будете разочарованы. Полностью будете разочарованы. И нужно хорошо понять, говорится, функцию материальной энергии, что все три гуны, из которых состоит сама Пракрити, Шакти, материальная энергия, все три гуны, их функция обмануть живое существо. Так Майя служит Кришне. Как же она служит? Создает что? Иллюзию счастья. То есть, оно несчастье превращает для ослепленного иллюзии живого. Как только несчастье. Если бы мы вышли из гуны, мы бы увидели, что здесь все страдают. Все до одного. Здесь нет ни одного живого существа, которое испытывает счастье. Ни одного. Но поскольку мы находимся под влиянием гун, мы видим, что кто? Есть люди, которым хорошо. Почему мы так видим, что им хорошо? Потому что мы под влиянием иллюзии. То есть, иллюзия превратила страдание со стороны во что? В наслаждение. То есть, духи, иллюзия так преломила, что мы видим ее как что? Как суки. Душу принимаем за тело, а тело за что? За живое существо. То есть, сбитый с толку. Это называется овидия. Овидия. И так мы все с вами сбиты с толку. И поэтому, говорится, никто, никто из живущих в этом мире не знает благо. Для кого? Для себя. Никто не знает благо для себя. Ни одно живое существо. И мы все думаем, нам благо вот сейчас будет поспать, нам благо будет сейчас ходить в кино, нам благо отдохнуть. Никто не знает благо себе. Пока он не обрел что? Виденье. Виденье. Да. Это называется видье. Оттуда слово виденье. Что человек в иллюзии ничего правильно что? Не видит. И поэтому называют авидья. Не видит правильно. Он видит, но видит что? Неправильно. Одно принимает за другое. То есть, видит как? Противоположно. И так рождается борьба противоположностей. Живое существо начинает сражаться с другими живыми существами. За горе. Но создается иллюзия, что оно сражается за счастье. В Бхагаватамтакпарупада очень хорошо это описывает. Люди начинают сражаться за горе. Во власти будет их ждать горе. В материальной славе будет их ждать горе. В богатстве их будет ждать горе. В красоте их будет ждать горе. В молодости их будет ждать горе. И они за что сражаются? За славу, за власть, за богатство. За семейное счастье. Но там полностью скрыто от их глаз. Что? Страдания. Горе. Дуки. Дуки. И поэтому Кришна Арджуни объясняет. Все, что здесь кажется нектаром, на самом деле яд. Все, что здесь мы видим как нектар, на самом деле это яд. И все, что мы в этом мире видим как яд, что это? Нектар. Разве за яд кто-нибудь сражается? Все же сражаются за что? За нектар. И мы даже читаем эту историю, когда демоны и полубоги пахтали океан змеем в Асуке, это черепаха. За что же они разодрались там все? И что они пахтали? Нектар. И они начали за него что? Сражаться. Они начали сражаться за этот нектар. И что же ждало всех в этом нектаре? Кто за него начал сражаться? Одни проблемы. Одни проблемы. Большая война за нектар. Почему? Потому что все хотели что делать? Наслаждаться. Все хотели наслаждаться даже нектаром. Амрита. То есть то, что предназначено исключительно для духовной жизни. Полубоги стали использовать и демоны это. Для чего? Для чувственных наслаждений, материальных наслаждений. И Капила Муни говорит Девахути, объясняя философию Санхи своей матери. Говорит, живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждения. И в местах, которые тоже не предназначены для наслаждения. Даже в аду. То есть в аду живое существо ухищряется все-таки наслаждаться. В аду. Ад предназначен исключительно для страданий. И оно все равно там находит чувственное наслаждение. И Капила говорит, так ухищрено живое существо. Так оно обуреваемо чем? Вожделением. Этим стремлением, чувственным наслаждением. Отождествляя себя под влиянием иллюзии с материальным телом, чувствами, умом, интеллектом, ложным эго. И оно так воспринимает его сознание искажено, чем призмой ложного эго. Почему живое существо не хочет отказываться от ложного эго? Потому что оно стремится к чему? К неподчинению, к независимости. Есть четыре вида ученых. И те, кто стремятся к независимости, атеисты их называют Нарадхама. Первый называется как? Кто помнит? Веда-Вада-Раты. Правильно. Веда-Вада-Раты. Кто же такие Веда-Вада-Раты? Это те, кто по собственной прихоти интерпретирует ведические писания. Отвергает Пураны, отвергает Шримад Бхагаватам. Отвергают очень значимые ведические произведения. И дают собственные интерпретации ведическому знанию. Собственные интерпретации мы можем видеть очень много людей. Как вот, допустим, всякие Агни-Йоги. Они тоже на веды ссылаются. Или Махаришевцы. Они тоже ссылаются на веды. Они полностью отвергают авторитетные комментарии и выводы предыдущих Ачариев. Веда-Вада-Раты. Вторых называют Махапахритагяни. Кто же такие Махапахритагяни? Кто такие? Махапахритагяни. Да. Те, чье знание похищено Майей. Кто такие Махапахритагяни? Это те, кто занимается наукой ради денег. Всякие кандидатские пишут, докторские какие-то теории ради экономического процветания. Махапахритагяни. Их интересуют только деньги. А для чем деньги? Естественно. Жертвовать в храмы. Наслаждаться. Наслаждаться. Майапахритагяни. Следующие идут. Асурам-бхавам. Асурам-бхавам. Кто такие Асура-бхавам? Это те, кто меняет законы в соответствии со своими представлениями. Если что-то они делают, как, допустим, помните, да, один из римских императоров, Октавиан, он стал есть мясо. До этого он не ел мясо. Но Октавиан стал есть мясо. И он изменил Библию. И в Библии сразу появилось, что Христос ел предложенное мясо. Почему? Потому что Октавиан должен был в рамках Библии выглядеть святым. И в Библии было вписано, что он ел предложенное мясо и пил вино. Почему? Потому что это называется асурам-бхавам. Они искажают смысл писания полностью противоположными. А там говорится, что прогас. На арамейском языке прогас. Прогас означает пища. Там не говорится мясо. Там просто приводится термин прогас. Пища. Он ел предложенную пищу. И пил виноградный сок. И они слово виноград перевели как что? Град убрали. И осталось вино. Почему? Потому что Октавиан пил вино и хавал мясо. Для чего? Хотель. Он все время хочу. Он все время хотель. Что он хотель? Мягкий пастель. Чтобы один там лежат. Нет. Твоем. Троем. Четвером. Итак, это называется Асуром Пхавам. И следующее, четвертое. Ученые так называемые. Радхама. И Асуром Пхавам. Это. А Пропады описывает. Святая Троица. Маркс. Дарвин. И старикан. Кто? Кто? Фрейд. Правильно. И старикан Фрейд. Святая Троица он называл. Тримурти. Асуром Пхавам. Пропады говорит. Это Тримурти. Асуром Пхавам. Маркс. Дарвин. И старикан Фрейд. Он прямо так говорит. Старикан его называет. Еще там был один старикан. Его звали Ницше. Итак. Разные ученые. Они толкуют по-своему. Почему? Через призму ложного эго все воспринимается. И люди в этой иллюзии находятся. И принимают этих ученых. И живут в соответствии с их представлениями. И вы видите. Что вся цивилизация от таких представлений деградирует. Что значит деградирует? Теряет знания. А вместе с знанием теряет счастье. И в шастре говорится. Гуна благости дает. Что? Просветление. Что такое просветление? Мы вчера говорили. Свет. Свет. Проходит в нас. Что же дает гуна благости? Человек не руководствуется в гуне благости. Чем? Ложным эго. Потому что ложное эго это какая гуна? Невежество. Это невежество. Возведенное на трон. Рупада говорит. Невежество возведенное на трон. То есть оно царствует, как царь. Ложное эго становится царем нашей природы. И мы на всю природу, все, смотрим, как кто? Наслаждающиеся. И поэтому мы имеем какое сознание? Кто помнит? Панча кроши. Пять видов сознания. Какое самое низшее? Самый низший уровень сознания. Анумая. Природа, наслаждающаяся. Мы думаем, что вся природа для нашего наслаждения. И так действует наше теперь что? Сознание. Анумая. Так мы воспринимаем этот мир. И из-за того, что мы так его воспринимаем, Парупада говорит, каждый в материальном мире вор. А народы называют каждого, кто так воспринимает мир, как? Демон. Демон. Асурам, бхавам. Демон. И следующая категория, четвертая, называют нарадхама. Кто же такие нарадхама? Нарадхамы это те, которым вообще все по... По... Барабану. То есть, они вообще не следуют никаким правилам, предписаниям, Никаким законам. Они считают, что человек в праве сам ковать свою судьбу. Хочет он мыться, пусть моется. Не хочет мыться, не надо его насильно заставлять. Хочет он учиться, пусть учится. Не хочет он учиться, пусть женится. Не хочет жениться, пусть не женится. Пусть замуж выходит. И так далее. Это называется нарадхама. И государство, бывает государство, лидеры, которые поощряют такую... Вот такой вид деятельности. Они говорят, это свобода, равенство и братство. Все братки. Это называется нарадхама. И так, живое существо не может постигнуть себя. И поэтому в шастре говорится, все начинается с науки самоосознания. Что же происходит со мной? Почему я страдаю? Потому что я не понимаю, из чего и как я состою. Я совершаю действие, думая, что оно правильное. А оно какое? Запрещенное. Оно не только неправильное, оно запрещенное действие. И так мы все с вами находимся во власти кармы. Что такое слово карма? Действие. Итак, гиан-мендрия, когда мы что-то изучаем, мы вдохновляемся на какой-то вид действий. И как только мы совершаем действие, мы порождаем цепную реакцию в космосе. Что за цепная реакция? Последствия. Принцип домино происходит. Принцип домино. Если вы расставите очень много домино, так вот поставите, и уроните первую, то сила давления будет с каждой падающей доминошкой увеличиваться. Смотрите, мы уронили одну. Она очень легкая. Но там уже две падают. Две уже тяжелее. Третью. Три уже падают. Четыре падают. И сила, вот эта волна, она начинает нарастать. И в итоге, одна эта доминошка уронена, в итоге в длинной цепи этих домино может побудить к движению огромный металлический шар. Такое давление создается. Огромный металлический шар. И он скатывается с места и падает на какую-нибудь другую чеплашку. Бум! Та что-то подбрасывает. И это прямо нам в лицо. Огромный металлический шар подбрасывает огромную корзину с делами. И они все на нас. И мы говорим, что? Мы же всего лишь там. Что я сделал-то такого? Но это породило цепную реакцию. Цепную реакцию. И живое существо даже не может понять. Оно думает, что реакции равноценны действию. Оно думает, что реакция равноценна действию. Нет. Реакция всегда что? Какая? Из всех... Из всех видов беззакония я... Кришна говорит. Наказание. Наказание. Что же Кришна говорит? Они-то, в общем, пандаов-то не убили. А Кришна их за это, что они там мелкие козни чинили, говорит, что? Они бы сказали, так мы же их не убили. За что нас-то убивать? За что нас убивать? Но они породили что? Цепные реакции. Цепные реакции, которые усилили та же действенность между самим действием и реакциями, что? Нарушена. Реакция что? Доминирующая. То есть, она превышающая само действие происходит. Как? Мы только курили, а получили рак. Только курили, а получили рак. Мы только пять раз ширанулись, а получили полную зависимость и такие ломки. Итак, реакции всегда что? Превышают в ожидании действия. То есть, живое существо думает, что за такое действие оно получает что? Такое же приблизительное наказание. Я там шалбан поставил, и мне шалбан. Нет. Говорится, вы стреляете из пистолета, в вас стреляют из пушки. В вас стреляют из пушки за то, что вы стреляете из пистолета. Японцы мечами махали, а на них атомную бомбу сбросили. Представляете? Они только мечами махали. Там пил Харборд разбил. Ну, а там, сколько там они? Погончали. Ну, 50 тысяч человек. А на них две атомные бомбы сбросили, они до сих пор мрут. 70 лет прошло, они до сих пор умирают от лейкемии. От рака крови. До сих пор. Последствия атомной бомбардировки. Два города были стерты с лица земли. Стерты. В одночасье. Еще такие огромные. А последствия унесло еще больше в сотни раз. Не сотни раз. Последствия унесли в сотни раз больше жизни. За пил Харборд. За морскую базу, которую разгромили кто? Камикадзе на самолетах. Протаранили. Это не так много. Почему же такие реакции огромные? Такового воздаяния. Такового воздаяния. За одного изничтожают что? Сотни. Сотни. Не десятерых. Сотни изничтожают. За одного. И так живое общество не может понять, что мелкое действие, какое-то неправомерное действие, мелкое, может поразить очень серьезную реакцию. Очень серьезная реакция. Мы ляпаем какое-то слово. И так. Ну, без всякого. И потом начинается целая история. Только за то, что мы ляпнули. Так невольно. Почему? Действие совершилось. Ну, пришли бы нам, тоже ляпнули. Нет. А нас за язык поймали, и вся жизнь наша что? Превратилась в сплошной ад. За одно слово. Невольно ляпнутое. В шутку. В скользь. И человек что? У стенки стоит. Анекдот рассказали. И вся ваша семья, соседи, ваши друзья из-за вас, из-за того, что вы рассказали анекдот, поехала архипелаг ГУАК. Смотрите, какие реакции порождаются. В буддизме говорится, что выпавшее из хвоста птицы перо где-то во вселенной отразилось катастрофой. Такие цепные реакции. Перышко выпало из хвоста и упало на землю. И где-то катастрофа. Пропада говорил, если вы уронили неиспользованную каплю ганги на землю, то есть не омылись ей, она не попала на вас, а просто вы уронили ее, нечаянно, то где-то во вселенной, на планете на какой-то, развязалась война из-за этого. Представляете, как устроено материальное творение. Вы роняете каплю воды с вещь святой. Нечаянно. И здесь ничего никто. Ну, ерунда какая-то. Ну, уроните меня. Уроните мишку на пол. Нет, мы оторвем мишке лапу. Из-за этого каплю. И он говорит, в шастрах, в бхагаватам это описывается, что где-то во вселенной, из-за того, что мы небрежно отнеслись к святой воде, война разразилась. Где-то живые существа, человекоподобные живые существа. Из-за этого. Они не знают этого. Им-то кажется, что они вот... А бхагаватам, говорит, только вот это являлось толчком и причиной. Это как вот эта доминушка. Незначительный толчок. Такая игра. Ерунда. И цепная реакция такая начинается в космосе. И так живое существо, сбитое с толку иллюзией, не понимает законов вселенной, не понимает, как устроил все Кришна. И оно жадничает, алчничает. Занимается похотливой... Вернее, производит похотливые действия и так далее, и так далее. Не понимает, что оно толкает, что эти доминушки. Оно толкает эти доминушки и порождает очень огромные проблемы. Огромные проблемы. Как себе, так и окружающим. И так, в Шастре говорится, живое существо, культивирующее это сознание, что природа предназначена для его наслаждения, уподобляется вору, и Шри Шипанишат описывается, и Шава Си Айдам Сарвам, что все принадлежит Господу, и каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. То есть, он только пользуется. Это ему даже не принадлежит. Даже если это выделено нам в долю, это нам все равно, что не принадлежит. На прокат. На прокат. Мы должны будем платить за это. Даже за то, что мы используем, мы должны будем заплатить. Чем? Страданиями. И существует два вида страданий. Одни называются добровольные, их называют тапа. И вынужденные. Их как называют? Дукхи. Несчастье. Несчастье. Как погасить дуки? Тапой. И шастры говорят, если человек хочет избавиться от неприятностей, он должен принимать что? Тапасию. Разные неприятности у нас есть. Нас беспокоят другие живые существа. Нас беспокоят здоровье. И еще шиза косит наши ряды. Нас беспокоят всевозможные силы природы. Что делать? Каждого. Не то, что вы какой-то один вид страданий только вас беспокоит. Все время землетрясение, а все остальное у вас хорошо. Только землетрясение вас беспокоит. Или вот это глобальное потепление. А остальное у вас все отлично. Нет. Каждое живое существо несет в комбинацию эту. Эту комбинацию. И время от времени какая-то комбинация, вернее, какой-то вид страданий, он доминантой становится, доминирует, превосходит другие виды страданий. То вас избили со страшной силой. И вам теперь по барабану, что у вас почка там что-то болела, или что вы плохо видеть стали. Вам как дали, вы забыли даже, что у вас зрение плохое. А потом только вы вроде вылезли, вам еще раз как дали, а потом еще раз как дали, и еще обещали. Дать. И вы забываете обо всем остальном. От хип-хута называется. Или вас никто не трогает, вы со всеми живете в мире, а у вас цирроз. Или у вас, вы со всеми живете в мире, у вас нет цирроза, но вы все время хихикаете. Все время хихикаете. И все время у вас новости какие-то. Все время все новое. Каждый раз. Вы в первый раз все видите. Каждый раз. Каждый раз. И в итоге у вас какие-то дяденьки приезжают на машине. Большие дяденьки. Хватают вас, вы все равно хихикаете. Вас колотят, заталкивают в эту машину хорошую. И везут в какой-нибудь бывший монастырь, который теперь называется психиатрическая больница. И вам там, вас фиксируют на какой-нибудь кровати и ставят вам укол. И у вас начинается черепное давление повышаться. Вы испытываете страшную боль. и все это делают, чтобы вы не хихикали. Им не нравится, что вы хихикаете. Суседям не нравилось, вашим родным не нравилось. Он хихикает. Увезите его и сделайте ему укол. И вот вам уже от хипхута сплелась с отхьятмой. А потом в итоге как молния ударила в кровать, на которой вы лежали. Дернулась тельца, обуглились кости. Долго смеялись над шуткой у гостей. Все. Представляете, как мы живем. Вот такое положение удивительное. И в шастрах говорится, как не страдать, надо принять тапасию. И в шастрах Кришна в Бхагавадгите говорит, тот, кто налагает на себя аскезы, тапаси, не предписанные шастрами, а выдумывает их сам. Что он? Несомненно, он глуп. И что он делает? Что он делает? Не достигает счастья, а наоборот отправляется в ад. А тот, кто терзает свое тело, так же, как и присутствующую в ней параматму, терзает свое тело. Даже по писаниям. Но что делает он? Терзает. То есть, это не предназначено. Вот как у нас. Чувствуется, что тело не предназначено для сухого поста. У всех разная природа, разные балансы. И человек все равно вот упрется. Все равно упрется. И он говорит, вот это кто? Это демоническое качество проявляется. Это демоническое качество. Это демоническая природа прет. И Прупада говорит, мы не фанатики. И он говорит, продвинутые преданные должны паститься. Преданные могут пить воду. Другие преданные могут кушать раз в день половину того, что они ели без зерна бобовых. Ну а другие преданные пусть кушают, только зерна и бобы не трогают. Все преданные. А наверху какие? Продвинутые. Что значит продвинутые? Они не действуют из чего? Из ложного эго. Из ложного эго, чтобы завоевать, что? Авторитет окружающих или доказать себе или что? Смыть с себя таким образом что? Грехи. Для чего? Чтобы опять начать их совершать. И он говорит, это не продвинутые личности. Продвинутые и преданные. Они что? Очень легко это делают. Почему? Потому что они просто погружаются в эти дни сознания Кришны. Более глубже. Больше воспевают, читают, общаются. И просто об этом что? Забывают. И Кришна говорит, я есть память, знания и забвень. Забыл человека полностью. Забыл о сне. Ночью еще баджаны поют. Так их начинают нести прямо. Разносы идут. Продвинутые и преданные. Итак, человеческое тело имеет эту тонкую природу. И говорится, причиной получения грубого тела является тонкое тело. Какие же тела у нас есть? Чувственное тело. То есть тело, которое состоит из чувств наших. Следующее тело есть какое? Тело ума. Чувственное тело называют как? Кто знает? Астрал. А другое? Ментал. интеллектуал. Интеллектуал. И так существует несколько тел. И одно тело по природе тоньше другого. То есть более могущественно. И есть тело ложного эго. Ложно эго. то есть все эти тела покрыты оболочкой другого тела. Внутри как матрешка. Как матрешка. Покрыто все этим ложным эго. и когда мы читаем вторую песню Шримад Бхагава там там описывается что одна из оболочек нашей вселенной это что? Ложное эго. Которое никто не может преодолеть. Даже великие мудрецы могут преодолеть все. Огонь там воду и одна оболочка в 10 раз превышает другую. Они могут но они сталкиваются с очень удивительной областью ложного и там все это контролирует кто? Господь Шива. Господь Шива. Шива Дхама. И говорится что каждый должен превратиться в кого? В женщину. Каждый должен превратиться в женщину. И они не хотят. Почему? Буду я еще женщиной. Это что? Ложная гордость. Гордость. Гордятся что они мужчины. Они не хотят превращаться в женщину. Но это лишь этап. Это этап трансформации Пракрита Шакти. Итак, живое существо может приобрести все эти качества, все эти перечисленные добродетели. Каким образом? Если оно будет заниматься гианмендрии, постижением знания. И поэтому Кришна говорит обратись к духовному учителю. Отбрось ложное эго и постигай. В чем? В практике. И говорится, два вида духовных учителей есть. Одни ложные, а другие истинные. И говорится, ложные дают теорию, а истинные занимают практикой, практическим предным служением занимают. А ложные дают теорию, схемы, семинары, чего угодно. но они абсолютно не знают, как это применять. Что? В практике неквалифицированной. И Бхактина Такур называет эти два вида духовных учителей, которые занимают положение гуру. Теоретики и практики. Итак, что же необходимо для того, чтобы получить эти хорошие качества? Необходимо, говорится, развивать тело интеллектуальное. то есть Буддхи. Буддхи. Что это означает? Человек должен слушать, отбросив что? Ложное эго. Он должен слушать и задавать вопросы. Это называется Упанишада. Упанишада. Человек должен слушать, очень внимательно слушать. Внимание рассеивается чем опять? Ложным эго. Призма. Поэтому Шастра говорится через призму ложного эго. Живое что воспринимается через призму ложного эго. И поэтому наш ум рассеивается. Наши чувства мы рассеянные становимся. Мы все забываем. То есть у нас нет ни памяти, ни черта, ни концентрации. Признаки из-за этого какие? Ложное эго. Даже не вожделение рассеивает, ничего. Рассеивает ложное эго. Когда живое отбрасывает ложное эго, свет проникает и он что делает? Рассеивает тьму невежества. И это невежество, ложное эго, зависть, похоть, все, что у нас там, какие-то плохие качества есть, они что начинают? Трансформироваться. То есть приобретать природу этого луча. То есть божественную природу. и Прупада говорит, тот, кто занят процессом преданного служения, в нем естественно развиваются качества Кришны и полубогов. Как удивительно. В нем естественно развивается. Что значит естественно? Он не совершает никакого насилия над собой, никакой революции не совершает. Происходит естественное, а естественный ход деятельности или прогресса называется как? Эволюция. 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 И проистекает, и эта эволюция дает революцию вот только где в сознании живого существа. То есть быстро меняется что? Быстро сознание меняется. Из Анумай живое существо выскакивает Кананда Май. Быстро выпрыгивает как пропан назвал как пенопласт который вы в воду опускаете и отпускаете и он выпрыгивает выскакивает так и живое существо как только свет попадает луч попадает живому существо то есть призма убирается не рассеивается не искривляется ничего тьма невежество рассеивается и живое существо выскакивает на более высокий уровень сразу начинает подниматься кверху прогресс начинается таким образом что значит прогрессировать отбросить что ложное что значит отбросить ложное мега прекратить воспринимать этот мир как что да и кришна говорит в бхагавадгите созерцая объекты чувств ради чувственных наслаждений живое существо что развивает привязанность к чему к этому миру мы привязаны к этому миру мы не хотим отсюда уходить почему мы не хотим уходить мы еще не все попробовали здесь нам кажется что мы что-то не так надо по новой попробовать и мы развиваем знание какое материальное знание что это значит материальное знание как опять попробовать насладиться материальной энергией и мы обучаем в школах и в институтах людей как научить людей наслаждаться материальной природой и обрекаем пропады говорит и это общество обрекает их на что на гибель на страдание обрекает Они получают дипломы, обучаются Их обучают что? В итоге Все их знание, все их стремление к счастью и освобождению Он говорит, принесет лишь крах Кришна называет это крахом Крах, страдание Все их надежды будут разрушены Все их желания будут уничтожены Они получат лишь страдания и разочарования Кришна объяснил это И что значит развивать разум? Разум предназначен для того, чтобы анализировать и различать Различать Как мы с вами говорили Различать преданных, различать уровни сознания Различать кто как должен прогрессировать Кто-то быстрее, кого-то надо подтолкнуть Кого-то вообще трогать не надо Очень часто, я рассказываю эту историю Задавали вопросы Почему Шива Праупада Одних заставляет, прямо толкает Прямо на них давит А другим, наоборот, делает поблажки Не трогает их И действует с ними мягко И Праупада рассказал этот пример С коконом, помните, да? Как он сказал Один мудрец Который достиг состояния сострадания Вдруг увидел, как в коконе что-то шевелится И он решил помочь Подтолкнуть И он кокон порвал И он был в ужасе Оттуда вывалилось Уродливое Страшное живое существо Которое тут же погибло И Праупада приводил этот пример Что все должно развиваться Естественным путем Если мы даже видим Что кто-то в коконе бьется Не надо ему помогать Что? Выбираться оттуда Он должен выбраться сам Потому что он выберется кем? Прекрасной бабочкой Но если мы разольем Мы этот процесс революционируем Что некоторые предные Они просто уродами становятся И моральными И всякими разными Итак Разум Это способность к развлечению Как различать С кем Как общаться Какую дистанцию держать Приводится пример Железного и глиняного горшка Как они плыли по реке И железный горшок сказал Мы с тобой оба горшки Глинян сказал Естественно мы горшки Он говорит Давай вместе плыть Давай приближайся ко мне Давай общаться Общение все определяет И глиняный горшок сказал Нет уж нет уж Мне такого общения не нужно Он сказал А что мы же горшки оба Он сказал Ну ты то железный горшок А я глиняный Если я к тебе приближусь Мы стукнемся Тебе то ничего А я Разобьюсь Итак Эта тренировка Тела Будхического тела Или тела разума Очень важна Но разум может тренироваться Только под влиянием Луча знания И этот разум Обогащается знанием Тогда Когда разум Различает Что он Руководствуется Ложным Или Не руководствуется Не руководствуется А Павлопада Приводил простые примеры Такие Он говорил Вот вы Поете Или играете На музыкальных инструментах И все вас хвалят И вы сами Наслаждаетесь И кто-то подходит И говорит Безобразно поешь И безобразно играешь И у вас проблемы Это Ложное эго Это Ложное эго Или вы Очень Красивы Кто-то подходит И говорит Фу Родина И у вас проблема Вот это вот Состояние проблемы То есть Это что проявляется Ложное эго Вы себя с этим Что? Отождествляете Вы себя с этим Отождествляете И поэтому Если кто-то Причиняет Вашему тождеству Какие-то Беспокойства У вас Рождается Что? Волна Да Негодования Волна Негодования Противоречий Возникает Это ложное эго Говорится Человек должен Отбросить ложное эго И в шастра Говорится Смирение Это желание Оказывать почтение Другим Считая себя Кем Полным Кем Глупцом У которого нет Никаких Хороших Качеств И Способностей Никаких хороших Качеств И способностей И поэтому Человек Даже что-то Если делает Хорошо Он думает Что он сделал Это Еле-еле Очень плохо И он ждет Когда его Будут за это Что? Поправлять Нет Это не очень хорошо Да-да-да-да Но когда мы думаем Что мы сделали Это очень хорошо Хорошо поем Хорошо играем Мы такие Красивые Такие Отрешенные И нам кто-то Пропустить луч К греху Должны поклоняться Господу Изучать веды И раздавать Милостыню Кроме того Они должны Исполнять Все обязанности Предписанные Для четырех Ашрамов Врахмачарии Грехасхи И Саньяс Аванапрасхи И Саньяс Пожалуйста Вопрос По времени Не успел Я хотел вам Больше рассказать Но не успел Затягивать неохота Лекцию На два часа Чистота исходит От Кришны И поэтому Вот этот луч Почему Кришна Он говорит Я лучом знания Рассеиваю тьму невежества То есть Кришна очищает И когда Кришна говорит Сарват Харман Паритья Джа Он говорит Я избавлю тебя От всех последствий Твоих прошлых грехов Это очень важный момент Что человек Который отбрасывает Ложное эго И когда знание В него входит Оно Меняет его карму Вот в чем суть Но когда человек Не хочет Подчиниться воле Кришны Вот допустим Сейчас на эту эпоху Есть определенные Как бы Условия Для живого существа Оно там Должно ранний подъем Омовение Вот перечисленные Эти 30 Но даже Это Шримад Багава Он был записан Для людей Века Кали Кстати И Прупада говорит Даже если вы Сделаете 30% Того что я вам говорю Вы отправитесь На этот бог Сначала он сказал 50% Половину Все такие Ааа Загрузились Е-мое 50% Ну как Пожертвование Так же Ооо 50% Это 50% 10 дают Говорит Это 50% От того что я хотел Дать Точно так же Прупада говорит 50% И они такие Все Помутнели Такие Почернели Он сказал Ну хорошо 40% Никто не возрадовался И не возрековал Он сказал Ну 30 Там кто-то такой Ура Один какой-то Все так раз на него Посмотрели 30% Из того что Прупада требовал Какой-то там один Ура Они так раз Все на него Прупада так улыбнулся И сказал С 30 На 2 Сразу 15 и назад К богу Все Прупада сказал 15 и назад К богу Все Ниже уже не дам Не биржа И что это сделал Прупада Реакции на себя Он готов был принять Реакции 70 Сколько это получается 85% Реакции он готов был Принять на себя Потрясающе Как Христос Выше Выше 85% Они не понимали Они думали Что ему жалко Что ли Они не понимали Что он готов Принять Их отклонение На себя И пострадать За них Что и Проект Сходило Все время Пожалуйста Вопрос По поводу Кокода Это что значит Если мы видим Если у человека Какие-то проблемы И сами Такие же проблемы Были Что это помогает Отма Маняте Джагат Не надо думать Что все мы Одинаковые Что у нас Равный прогресс Должен быть Мы так Равными способами Должны прогрессировать Нет Все люди разные Мы все разные У нас у всех Разная карма Разная природа Разный ум Чувства Интеллект Разное ложное эго И разное сознание И поэтому Когда человек Становится Опытный Предный Он понимает Что нужно Различать Предных Этого предного Нужно обнять А этому предному Поддать Этого предного Нужно поругать А этого даже За ошибки Нужно с ним Мягко Даже его прославить Этому предному Нужно требовать Строгую садхану А этому предному Можно сказать Что ты Давай Через день Езди домой Отдыхай Может быть В кино даже Сходи Где-то Погуляй Да Да Опытный Человек Он видит Кто как Может прогрессировать Для кого Как удобнее Прогрессировать И более Комфортнее Как Прупада Говорил Что Я создаю Комфорт Для прогресса Своих учеников Прупада Даже создавал Комфорт Вы помните Как он сказал Курите Только слушайте Прямо на лекции Курили Они сидели И Прупада Сказал Там эти предные Ты что куришь Здесь храм Прупада Сказал Ну-ка замолчи Я сказал Курите Только слушайте И они Курили И Прупада Рассказывал Понимаете Да Прупада Этот кокон Не рвал Все На разных Этапах Развития У всех У нас Разные Уровни Мы В общем-то Все объединены Но мы Все на разных Уровнях Находимся Для одних Людей Что-то более Естественно Делать Думать О Кришне Естественно И мы можем Даже не замечать Что человек Постоянно Погружен В это Состояние Как Распространить Славу Святого Имени По всему миру Все Он всю Свою жизнь Заострил На этой На этой Миссии Но никто Может не замечать Этого А какой-то человек Может везде Кричать Харе Кришне Петь тут Прямо там Скакать И вечерами Думать Когда же Сбежать отсюда Все время Думать Когда же Сбежать Все Ну завтра Уйду точно И на Марусике Женюсь И живем Счастливо Но может Прыгать так На киртанах Искакать И тут Такие кренделя Выделывать И думать Когда же Я еще Косяк Забью И накурюсь На следующей Неделе Сейчас Напрыгаюсь И на следующей Неделе Забью Косяк Все Мы разные И поэтому Опытные Авторитеты Они различают Все эти уровни И все Как Парупада Говорил Каждый летит В своем Самолете Никто Не сможет Полететь В чьем-то Самолете А В христианстве Горби На чужом Горбу В рай Не въедешь То есть Каждый Сам Формирует Своё сознание Кришны И Опытный Человек Он это делает Он продвигает Кому-то он говорит Давай Давай Немного Книжки И много Музыки Много Спектаклей И музыки Немножко Пару книжек И потом Пять часов Виолончель Арфа Что там Еще Там Флейта Фортепьяно Что угодно И поешь И поешь Почему Он так говорит Потому что Как так Пять часов Санкт-Киртен И час Музыкальные инструменты Нет Вы разрываете Кокон И у человека Проблемы Возникают Человек Долго Не продержится Это способность К развлечению Это разум Так человек Начинает себя Различать В разных ситуациях Где Как себя вести Как правильно Действовать Один человек Везде Кришну Слышит Любую Кармическую Музыку Вы включите И он Оттуда Излечет Сознание Кришны Как Лебедь А другой И Баджаны Будет Слушать И совершенно У него В свое время Что-то Такое Как только Баджаны Слышит Поверьте Мне Я опытный Человек Люди Назвал Гуны Мотивациями И он Сказал Тот Кто Следует Всему С желанием Очиститься В гуне Благости Он Не хочет Ничего Тот Кто Следует Всему С желанием Наслаждаться В итоге Плодами Деятельности В гуне Страсти А тот Кто Ничему Не следует И все Время Хочет Наслаждаться И ему Все По барабану Он В гуне Невежества И считает Только Один Вид Деятельности Самым Важным Книжки Распространят На только Распространители Книг Самый Главный Все Это Самое Важное Вы В невежестве Вы Не понимаете Что Их Еще Надо Читать Изучать Жить В соответствии С ними И обучать Других В соответствии С этими Книгами Нет Только Самое Главное Распространять Распространять Или Читать Читать Их Все Прочитал Ни Хрена Не запомнил Но Прочитал Все Ничего Не понял Но Все Прочитал Я Прочитал Книги Прупады Как Обещал Но С ним Начинаешь Общаться Вакуум Или Хаос Немножко Оттуда Немножко Отсюда Отсюда Как-то Оливье У него В башке Так Заскниг Прупады И Все Это Посыпано Сой Негенетической И Огурцами Пропавшими С которых Все Носят Леса За Дальние Леса За Широкие Реки За Высокие Горы Поэтому В шастрах Говорится Что Любую Шастру Нужно Изучать Под Руководством Опытного Предного Или Непосредственно Духовного Учителя Просто Их читать Это Ознакомительно Вы Ничего Не Поняли Вы Просто Ну Как Ознакомились Что Там О чем Говорится Про Какую То Прохладу Которая Была Очень Прохладно Потом Какая Тах Раня Кожи Пушка Выскочила Под Слонов Его Масло Кинула Он Не Сварился Не Сжарился Почему Не Могу Понять Потому Что Там Говорится Что Он Кричал Ом Нарайна Намаха Потом Оба Решла Какая Нарасимха Всех Порвала Как Грелку И Как Газетку Но Что Там Это Такое В чем Глубочайший Смысл Этого Читать И Изучать Это Разные Вещи Можно Долго Сидеть День На Бревнышки И Читать Все Рима Читать Таким Читателем Стать Читательский Билет Даже Получить Можно Даже По Секундомеру Читать За Одну Ночь Все Прочитать Ничего В башке Нет Помните Какие То Образа Что Кто Там Что То Сказал Зачем Непонятно Земля Плоская И Как Она Плоская Никто Не Понял 84 Измерения Времени И пространства Какие-то Трути Шрути Крути Непонятно Какой-то Цветок Лотоса Кругом Вокруг Него По стеблю Планеты Какие Лотосы Там Наверху Брахма Почему-то Четыре Башки Его В Кунст Камеру Давно Пора Сдать Катастрофа Человеческого Тела Что Люди Там Могут Понять Какую Философию Они Просто Читают Провода Сразу Описывают Что Мои Книги Нужно Изучать Под Руководством Могут Вам Объяснить Смысл Что Там Говорится Стыд Это Хорошо Стыд Это Чистота Стыдливость Парупада Это Чистота Определенная Но Стыдливость Как Кришна Говорит Все Должно Рассмотреться Через Призму Трех Гун Материальной Природы Все Стыдливость Гуни Невеже Стыдливость То есть Стыдиться Того Чего Не надо Стыдиться И не Там Где Надо Есть Стыдливость Гуни Страсти На Показуху Чтоб Все Видели Какой Целомудренный Или Какой Стыдливый Есть Стыдливость Уместная То есть Знание Знает Человек Это Постыдно Так Све Вести Это Подло Непорядочно Ему Стыдно А не То Что Он Кому То В Глаза Посмотрел Люди Всегда Когда Есть Такое Понятие Суть Вещей Они Когда Не Могут Проникнуть В Суть Вещей Тогда Они Правильное Омовение И Аюрведической Пропилактики Насморка Насморка Ну и что 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 Я Несмиренный Зато Я Здесь Английский Язык Выучил Ну и что Что Я Несмиренный Зато Я Кучу Собрал Пожертвований Ну и что Что Я Подлый Зато Я Много Книг Распространяю Можно Все Вот Это Подменять Подмена Происходит Сути На Внешнюю Деятельность Люди Подменяют Решимость В определенном Внутреннем Состоянии Выдать За решимость Внешнюю Аправиться Куда-то Там А мы Поедем На Санкиртон На выездную Вот так Вот Решим Таки Решительные А что За решимость Нужна Отказаться Изображать Из себя Святого Отказаться Изображать Из себя Религиозную Личность Бахтина Кокур Говорит Двуличие Нужно С решимостью Отказаться От зависти И двуличия С решимостью Отказаться От гордости От обид А мы там С решимостью Поперли Куда-то там Грузовик Толкать И это Есть Подмена Неофит Он всегда Подменяет Он не Понимает Сути Что На что Направлена Решимость На что Направлен Что такое Смирение И он Гарри Кришна И там За спиной И молчит Когда его ругают Думает Давай 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 Дей сильнее Я в танке Сижу Говорится Опытный человек Он начинает Проникать В суть Вещей Начинает Понимать Что от него Хочет Кришна И он говорит Нарада Тот кто Развил Вот эти Тридцать Качеств Качеств Не действий А качеств Им Несомненно Доволен Верховная Личность Бога Вот куда Решимость Нужно Направить Но мы Поскольку Еще В телесной Конце Мы думаем Решимость Это Как-то Решимо Ходить На Санкиф Решимо Подходить Человеку На Что такое Решимо Что такое Подрляться С кем То Решимость Куда Грушу Сколотить Там Решимость У нас Решу Это называется Глубины Нету Поэтому Глубоко Постигнуть Тайны Предного Служения Нюансы Что же Такое Решимость Что же Такое Чистота Что такое Аскетизм Что такое Милосердие Глубок Мясо Не ем Я милосердный Ну это Ша Вы Шутите Или В азартные Игры Не играю Я сама Правда Да где Русские В какие Кроме лото И в дурачка А что они Играют У дурачка В детстве А в лото В старости Азартные игры Казино Видит Уже Страх На им Что там Обман Обман От начала До конца Обман Что я не пью Я уже кто Аскет Я аскет Я не пью В Гималаях Сижу В тазу В холодном Голым задом Да Без воздуха Без кислорода И без женщин Она же скатилась По тебе Ничего Нормально А если вот так Упала То это проблема Да Это нормально Это не изучение Вы слушаете Можно Слышать Можно Слушать Это разные вещи Понимание должно быть А понимание не приходит Просто от слушания И Гришна говорит Ты вопрошай И служи Вот когда мы служением Занимаемся То есть практическим И это соединяется То есть слушание То что мы слышим Начинаем практически Пытаться делать Тогда приходит понимание Вот вы можете понять Как кататься Вот на этой доске Ну такая С колесиком Вот так Вот я тебе сейчас могу рассказать Теоретически Ты сможешь это сделать А понять Как вот делать Там попой надо И ногами Не поймешь ты даже Как это вот Вот встанешь Вот ты за все поймешь А я тебе доску дав И что Ты скажу Давай вот на своем понимании Поехала Давай А я скажу Ты же понимала Что что не можешь Понимание Еще ничего не дает Практически И когда ты начнешь Это делать Падать Вставать Попой То так То так То так Ногами То так Головой Тело Как-то надо Вот так делать Бум Бам Бум Все Вот так Духовная жизнь Пропада Говорит Несомненно Духовная жизнь Трудна Несомненно И поэтому Нужно С решимостью Встать на этот путь Овладеть Как бы больно Мы не падали Из синяков Сколько бы не наставили Опять Там же Напишено Вот так Ну я Душко Опять Что же Такое А потом Когда вы Начинаете ездить Уже на доске И эту книжку Открываете И думаете А ну понятно Что же так Написали Это елки Потом думаете А как лучше Написать Да нет Лучше Напишено Точно Вот блин Никогда бы не подумал Что происходит И тогда Вы что-то Кому-то говорите И показываете Демонстрируете И учите Так на велосипеде Отец Садись Руль там Он за руль Держит До сиденья Тот Вот так Поехал Вот так Поехал И отец Но без этого И он без отца Будет и так Ехать И так И будет Довать Вот здорово Папа Держи меня Он без руководства Не может Он будет Катастрофа Произведет Разобьется В дребезге И отец Так его Потом Отец Немножко Ослабевает Так Держание И он Без вас Я не могу Я так соскучился И так потихоньку Раз Немножко Ослабит И тот же Чувствует Начинает Ты только Одержи 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 Раз Руль Давай Давай О О Молодец А он За седло Держит Только седло Отпустил Опять Раз Опять И потом Ты держи Меня А он уже Не держит А так Руку держит Просто И тот Думает Что его Держит Потом Раз Поворачивайся А папа Там далеко Психологически Даже Что его Не держит Уже Падает Так Так И в духовной Жизни Постепенно Человек Обладевает Этим Вот Это Как на велосипеде Кататься Теоретически Все понятно Садился И поехал Но Как только Сел Только ноги Даже Поднял Сразу Вот Вот так Женщик Ну Все Понятно То есть Сознание Никуда Не двинулось Все Читали Книжки А смотри Какие Проблемы Видишь Почему Призма Там стоит Призма Все Что мы Слышим Читаем Все Через Призму Гун Материальный А Материальный Природ Действует Через Ложные Вот И Все Еще Толку Я Прочитал Все Ну и Что Представляете Вы Прочитали Учебник По Фигурному Катанию И Даже Вы Учили Шлоки И Что Если Вас На Коньки Поставить Вы Начнете Кренделявы Делать Что Вы Даже Коньки Не Видели Или Вам Коньки Дадут Вы Так Одень Налет Только Так У Ногих Головой Потом Вставать Начнете Опираться На Коньки Вы Скакивать Будут А Вы Наизусть Знаете Как Кататься На Коньках Наизусть Шлоки Читаете Цитируете Знаете Всех Чемпионов Прошлого Настоящего Всех Этих Ачариев Все Знаете А Коньки Для Вас Смерть Вот Так В Духовной Жизни Все Они Прочитали Все Знают Семинары Дают А Как Поставишь На Коньки А Это Они Как На Лыжи Встают Сносить Их Не Могут Никак Зачем Тебе Сапоги Ты Еще Коньки Не Сносил Вот Так Поэтому Практически Практически Мы Воплощаем Это В практику Тут же Мы Не Теоретики Не Нужна Никому Миру Не Нужны Наши Болтовня Вся Понимаешь Им Нужны Наше Фигурное Катание Ты Заметила Фигуристы Они Ничего Теоретически Не Рассказывают Молча Под музыку Танцуют И Все Восторги Молча Ничего Не Говорят Катаются И Все В Восторге Вот Это Да И Бывает Падают Какой Очень Сложный Элемент Пытаются И Падают И Дети Падают Которые Только На Лед Вышли Падают Они Подумают Он Падает И Я Падаю Одинаково Но Тут Такой Сложный Элемент Хотел Сделать И Рухнул А Кто Просто Коньки Одел И Падает Прямо В Коньках Ноги Вот Так Знаешь Гнуться Не Сломал Ноги Стал На Коньки Чуть Ноги Не Сломал Сразу Подвернулись Потом Его Толкнули Раз Остановился И Ставит Ему Говорят Так Давай Он Говорит Держите Меня Толкаете Меня Он Как Статуя Так Самое Главное Это Статую Держать И Также В Духовной Жизни Мы И Он Покатился Даже Сам Не Шевелится Так Это Все Мы Изучаем Книги То Практика Практической Деятельности Мы Воплощаем Как Только Прочитали Что Нужно И Все Это Вопрос Сознания Не Вопрос Самого Действия Вопрос Сознания Как Научиться Действовать В сознании Вопрос Сознания То есть Как Осознавать Что Я Сейчас Чищу Картошку Для Кришны И Когда Вы Просто Чище Картошку Можете Продвинуться А На Санкиртане Из Желания Выпендриться Что Я Вот Такая Решительная Или Такой Решительный Я Там Книжку Распространил Вы Можете Деградировать Можете Чистить Унитазы И Достигнуть Просветлением Бхавы А можете Я не знаю Там Петь Киртаны Глаза Закатывать Чтобы Вами Восхищались И Думали Что Вы Такой Великий И Вот Этому Нужно Научить Людей Как Не Показучничать Как Отказаться От Гуна Страсти Что В Гуне Страсти Человек Не Способен Понять Наставления Духовного Учителя И Смысл Священных Писаний Что Ж Говорить Об Отвратительной Гуне Невежества В Шастрах Так Говорится Нужны Люди Которые Непоказушно Что Это Осознают В Шастрах Говорится До Тех Пор Пока Люди Не Узнали Что Вы Что Соображаете Вы Соображаете До Тех Но Как Люди Начнут Узнавать Что Вы Как Как Необычное Они Вас Собьют С толку Поэтому Опытные Ачари Они Всегда Себя Очень Скромно Вели Не Выпендривались То Есть Они Не Хотели Чтоб Люди Ими Восхищались Или Что То Специально Что Отмачивали Такое Всегда Как Джада Барат Мог Стать Люди Опуститься И Обкакаться Представляете А Мы Запеяли Б Б Джан Стали Б Восклицать Святое Имя А Он Все Делал Чтоб Все Думали Что Он Дурачок А Мы Все Делаем Чтоб Все Думали Что Мы Кто Все Видели Что Мы Не Обычная Личность Это Есть Ум Обычное Обусловленное Живое Существо Которое Просто Выпендривается То Святостью То Скромностью То Решимостью Какой И Больше Ничем И Все В округе Говорят Ой В каком Сознании Кришна Ой Как Предался Ой Ой Какой Чистый Ой Какой Честный Никогда Людям Плохо Не Говорит Никогда Не Думает Плохо Ой Какой Честный Все Знают У вас Видимо Что Это В носу Это Сокровенные Вещи Когда Человек Прогрессирует Он Чувствуется Это Как Ченаки Пандит Никогда Не Говорите Иначе Не Суждено Будет Сбыться Никогда Никому Не Показывает Ничего Иначе Тысячи Людей Ему Будут Препятствовать Тысячи Людей Начнут Ему Препятствовать Если Даже Хоть Намек Он Сделает Что Он Что Соображает Или Что Может Сделать Как Тысячи Завистников Начнут Ему Препятствовать Ченаки Пандит Разумный Человек Он Всегда Ничего Не Знаю Я Могу Там Что Рассказать Столько Препятствий Сразу Возникает Поэтому Он Говорит Не Говорите Никогда Как Один Раз К Одному Гуру Пришли И Сказали Как Нам Понять Эту Фразу Тот Кто Не Знает Говорит А Тот Кто Знает Молчит И Они Сказали Это Что За Бильберда Какая Тот Кто Знает Молчит На Фиг Тогда Он Знает А Тот Кто Не Знает Все Ребя Болтает И Они Сказали Как Как Получить Это Знание Они Так Поняли Вот Это Прочитали Тоже Книги Они Все Время Читали Книги Все Время По Два Часа Конкретно Но Без Руководства Не Спрашивая Не Задавая Вопрос У Опытных Людей И Гуру Он Заулыбался И Он Сказал Все Так Просто Он Сказал Кто Знает Как Пахнет Роза Сегодня Утром Каждый Нюхал Розу И Все Подняли Руки А Теперь Кто Сможет Объяснить Как Она Пахнет Никто Никто Не Поднял Руки Все Молчали Вот Как Надо Это Понять Тот Кто Знает Молчит А Кто Не Знает Ты Смож Объяснить Как Она Пахнет Просто Надо Ее Что Понюхать И Все И Сказать Другому Понюхай Тоже И Ты Все Поймешь Понюхай И Ты Поймешь И Мы Обсудим С тобой Когда Мы Вместе Нанюхаемся Мы Скажем Даже Не Был Объясняй Кайфово Кайфово Ништяк Ништяк И Что Хочешь Хочу Я Тоже Вот И Придху Махарадж Говорит Что Такое Преданность И Что Любовь К Богу Может Знать Только Тот Кто Это И И И Только С Ним Вы Можете Это Обсудить С Другими Придху Махарадж Нужно Делиться Реализацией И Давай Делиться Ими Их Нету Ну Давай Все Рано Потому Что Там Говорится Ими Надо Делиться Я Очень Хочу Делиться Реализациями Их Нету Будем Делиться Нету Не Будешь Делиться Если Не будешь Делиться Она Уйдет Стакан 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 Переполняется Таким Знанием Если Ты Никому Не Отдаешь То Он Уходит Через Край Через Край Но Стакан Полный Все Рано Остается Нет Там Говорится Подобен Треснувшему Сосуду Сколько Туда Не Вливай Он Всегда Пуст Проходит Время И Он Пуст Тот Кто Не Отдает Он Подобен Треснувшему Сосуду А не Стакан Переполни Вот Нужно Делиться Реализациями С тем Кто Это Уже Реализация Ну Смотря Какими Реализациями Надо Точно Понять Что Это Реализация А Вот Какими Реализациями Вот Приведи Пример Например Вот Что Ты Понимаешь Под Словом Реализация Я Поняла Что Не Надо Спать На Лекциях И Всем Рассказать Что Конкретно Практически На своем Опыте Как Сари Носить Поделиться Со всеми Как Носить Цари А если Ты Не Поделишься Со всеми Как Носить Цари Сама Разучиться Его Носить Как Треснувший Сосуд Оно С тебя Тоже Свалится И Как Нибудь Ты Проснешься Из-за Того Что Ты Никому Не Рассказывала Как Носить Цари Встанешь И Думаешь Это Че И Как Его Носить Вот Дура Никому Не Рассказала Вот И Это Нас Реализация И Реализация Это Означает То Что Привело Нас К Пониманию И К Практическому Знанию То Есть В качество Превратилось И Мы Сразу Делимся Этим Способом Как Это Превратить В качество Которое Является Знанием Вот Это Называется Реализация Понимание Внутреннего Определенного Состояния Это Реализация Делиться Реализацией Это Значит Что Вы Внутренне Постигли И Это Также Подтверждено Шастрами Гуру И Садху Вы Делитесь Как Вы Это Постигли Что Вы Ощущаете И Что Нужно Делать Тем Людям Чтобы Достигнуть Этого Вот Это Реализация Уловила А то Тут Делятся Всякими Реализациями Очень Странно Очень Странно Как Быстро Покакать Даже Не Садившись На Унитаз Как Правильно Омыться Даже На полу Просто Выти И Облиться И Там Разные Реализации Но Это Не Эти Реализации Люди Какими-то Странными Вещами Делятся Я Поняла Какая Я Дура Что Я Ходила На Тунную Махату Это Не Реализация Не Об Это То Что Вы Реализовали То Что Вас Связывает С Господом То Что Вам Дает Прогресс А Не То Что Вы Что Узнали Что Вы Были Неправы Это Не Совсем Реализация Не Та Не Те Можно Песни Качарию Взять Все Эти Книги Это Реализация Во Всех Эти Книгах Делится Реализация Но Реализации Можно Делиться Только С Тот Кто Понимает О Чем Речь Здесь А Когда Вы Не Понимаете О Чем И Речь 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 Брахмак Брахмак Говорит Я У Меня Бессонница Они Говорят А Вы Что Книги Прабхупад Не Читаете Я Говорю Понял Чем Просто В чем Кто Там Бессонница Книжку Пропада Откройте Никогда Не Проснетесь Реализации Поделились Значит Не Утеряют Разные Реализации Тамагунные Раджагунные Есть Благости Реализации Есть Трансцендентная Реализация Какие Как минимум Благости Реализации И делиться Трансцендентная Это Высокая Потому что Все остальные Раджа Реализации И там Реализации Это Как Съесть То же самое Но в 4 Приема Как Кто Культурное Питье Как Водку Пить Правильно Реализация Может быть Такая Человек Сразу Раз Напился И упал А кто Говорит Ну что Я тебе Сейчас Поделюсь Реализацией Маленькими Дозами В течении Суток Вопил Часок Не пьешь Вопил Часок Не пьешь И всегда Прибалди Не упал Это Это Там Реализация И люди Иногда Здесь Между нами Я слышу Очень часто Делятся Всякими Тамагунными Реализациями Там Раджагунными Реализациями 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 Реализациями